Добрый день! Инвесторы, как известно, как подснежники, но не в том смысле, что их трупы находятся после того, как сойдет мартовский снег, а в том смысле, что они распускаются весной и начинают отправляться в разные путешествия. И мы в очередном путешествии инвестора сегодня поговорим о рисках нашей дороги, но не буквальной дороги, а инвестиционной. О рисках 2024 года. Ну, собственно говоря, тема рисков и всевозможных плохих пророчеств довольно популярна и у инвесторов, и не у инвесторов. Достаточно вспомнить, что при каждом каком-то мировом потрясении тут же вспоминают мультфильм Симпсона и находят там якобы какой-то намек. Или очередные такие девушки гадали, надо обложкой журнала Икономист. При этом мне кажется, что журнал Икономист давно уже пора сэкономить на расходах и выпускать исключительно обложку. Зачем материалы, если якобы по обложке обо всем можно поговорить и предвидеть. Более серьезные, чем Симпсоны и очередная обложка Икономист, более серьезные варианты рисков, как всегда, содержатся, например, в шокирующих предсказаниях Саксо Банка. Саксо Банк всегда оговаривает, что это не то, что он думает, что исполнится, а то, что в принципе имеет шанс исполниться. И, например, на этот год директор по инвестициям Саксо Банка Якобсен заявил, что ровная дорога, по которой весь мир следовал после кризиса 2008 года, закончилась, включая финансы, экономику и геополитику, ну и, естественно, период низкой инфляции и низких учетных ставок. Соответственно, теперь мы идем по дороге неизвестность. Вот такой основной вывод Саксо Банка в отношении 2024 года. В России традицию шокирующих прогнозов с конца прошлого года перенял Совкомбанк, когда стал публичной компанией. На мой взгляд, это очень здорово, что они это сделали. И были опубликованы прогнозы Совкомбанка. И вот, кстати, то, о чем сегодня я буду говорить, частично совпадает с Саксо Банком, частично совпадает с Совкомбанком. Но, коль скоро мы находимся в России, то говорить будем о рисках глазами российского инвестора. Итак, риск первый – это девальвация рубля. Понятно, что девальвация рубля притча во языках всегда, а сейчас, когда очень резко идет деление по идеологическим взглядам на все происходящее в мире, тем более. То есть, как я уже неоднократно говорил, к сожалению, тема девальвации рубля стала заложником убеждений. И люди считают, что говоря о том, что ее не будет, они тем самым выражают одобрение московской политики. А говоря, что она обязательно будет, тем самым как бы вставят себя в оппозицию. На самом деле, девальвация рубля к нашему личному отношению к происходящему никакого не имеет прямого отношения. Но вероятность девальвации рубля в этом году, конечно же, как и в любом, сохраняется. Но мне кажется, что этот риск не то, что стремится к нулю, но чаще преувеличен по нескольким причинам. С конца прошлого года найдено противоядие от резких колебаний курса рубля не только от снижения резкого, но и вообще от колебаний. Это сочетание высокой процентной ставки Банка России и режима обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Причем этот режим 80%, что, кстати, меня лично радует. Был бы он 100% выручки продажи. Может быть, рубль был бы крепче, но сама конструкция менее надежной. А так у экспортеров есть 20%, с которыми они могут, что называется, побаловаться на валютном рынке и поделать из денег деньги. Ну и захеджироваться, естественно, от рублевых рисков. Так вот, эта конструкция продлена. Недавно продлен этот режим уже не на полгода, а до 32 апреля 2025 года. И поэтому можно считать, что если с бюджетом не будет трещины, то девальвации рубля, скорее всего, не будет. Вернее, она будет, но чрезвычайно плавной. Второй момент, на который стоит обратить внимание, абсолютно банальный. Как правило, в годы следующие за годом серьезные девальвации, а в 2023 году произошла серьезная девальвация с 60 до 90. Так вот, как правило, после этого находится всегда какое-то определенное новое равновесие для рубля. И просто элементарный опыт здесь тоже убеждает, что, скорее всего, здесь все будет нормально. Тем не менее, риск девальвации сохраняется, но, мне кажется, связан он может быть только с двумя вещами, о которых поговорим позже. Либо рухтут настройки бюджета и без того напряженного российского, либо резко изменится конъюнктура на рынке нефти. То есть, серьезное перекрытие, еще более серьезное экспорта из России, или резкое стяжение цен. Второй риск – это гиперинфляция. Вот здесь как раз риск абсолютно увязан с первым, потому что у российской инфляции сегодня мы видим, как правило, три причины. Одна, на которую, кстати, в свое время любили ссылаться чиновники, но она не самая главная – это общемировая инфляция. Это действительно так, и нельзя российскую инфляцию воспринимать исключительно как доказательство неуспешного управления российской власти экономикой. Идет мировая инфляция, идет повсеместно, и более того, инфляция по некоторым видам продуктового сырья, например, история с какао-бобами, показывает, что иногда этот процесс достигает исторических критических значений. Но, повторюсь, мировая инфляция здесь все-таки не главное. Второй момент – это, собственно, политика государства. Включение бесконечных утиль сборов, повышение пошлин, акцизов, введение обязательных маркировок. Это неизменно, конечно же, подталкивает цены наверх, потому что затраты на все эти действия, естественно, производители и продавцы кладут на плечи покупателей. В этом нет ничего ни плохого, ни хорошего. Это просто экономическая данность. Ну и третья и главная составляющая гиперинфляции, потенциальной или вообще инфляции, это, конечно, та самая девальвация рубля. И коль скоро мы подразумеваем, что девальвация будет малой и плавной, можно ожидать, тем более, что рынок абсорбировал уже основные телодвижения государства по увеличению акцизов и пошлин, хотя они и не остановились, инициативы продолжаются. В частности, сейчас как раз на острие обсуждения тема аж 200% пошлины на импортное вино. Но, тем не менее, можно ожидать, что риск гиперинфляции, опять же, минимален. Третий риск, гипотетический, о котором любят говорить, особенно в последнее время, это риски крахов финансовых из общего ряда, например, дефолт, конфискация или замораживание, например, вкладов на депозитах. Об этом на нашем канале приходилось очень часто говорить, и более того, говоря о том, что рублевый депозит сегодня не худшее решение для россиян с точки зрения финансов, всегда мы получали в комментариях некий такой троллинг, что ли, что да вы что, это все рухнет, это заморозят, это отберут, это принудительно преобразует в обязательства по длинным офезе, которые нельзя будет продать и так далее, и так далее. Но, как видите, вот этого всего не происходит. Что касается дефолта, то как раз-таки вероятность дефолта, на мой взгляд, крайне низкап в сравнению с 98-м годом, и вот почему. Не было бы счастья, но несчастье помогло. Любимая формула российских финансов. Беспрестанное преподание власти к девальвации рубля как способу улучшить баланс бюджета как раз-таки выпускают пар из этого котла, и поэтому взорваться, как в 98-м, он практически не может. Сказать, с учетом всей геополитики сегодняшней, что этот риск вообще исключен, к сожалению, конечно, невозможно. Но оцениваю я его как минимальный. А для того, чтобы смотреть за темой потенциальных, хотя бы минимальных шансов на дефолт, за темой потенциальной девальвации как средства очередной микстуры для бюджета, стоит смотреть за исполнением бюджета. На тему бюджета в начале этого года у нас был хороший разбор с моим коллегой финансовым аналитиком RecomTrust Олегом Абелевым. Ссылка на это видео в описании под нынешним нашим видео. Кому интересно, пересмотрите. Мы там, как мне кажется, очень точно и достаточно не лопидарно, а достаточно подробно разложили конструкции бюджета и его возможные узкие места. Но пока пошел пятый месяц, и мы видим, что эти конструкции выдерживают все испытания. Четвертый потенциальный риск. Это новый мировой финансово-экономический, как угодно его можно назвать, кризис. И естественно, что после истории 2008 года очень многие полюбили, что в России, что в мире, беспрестанно, просторечивая это называется, каркать, я сейчас без негативной коннотации, и предвещать все новый-новый кризис по тем или иным причинам. Чуть ли не повтор сценария 2008 года. Между тем, практика показывает, что регуляторы, вот как знаете выражение, не самое доброе по отношению к военным, генералы всегда готовы к прошедшей войне. Так вот, что-что, но регуляторы всегда готовы к прошедшему кризису. И поэтому кризис 2008 не мог никак повториться. И в том числе, например, американский регулятор получил урок, что легче было спасать в 2008 году Лемон Бразерс, чем допустить той ситуации, которая потом последовала. То же самое и сегодня. Второй важный момент. Коронавирусный условный кризис выпустил пар перегретости из фондового рынка и из экономики. То есть, этот вирус оказался, в общем, полезен, что ли, для мировой экономики, потому что в результате организм закалился. И те логистические и локдаунные ограничения, которые пережила мировая экономика, практически не скатившись в кризис, а рецессия была, можно сказать, мимолетной, показывает, что крепость мировой экономики намного выше, чем, например, в году 2007. Поэтому вероятность, как ни странно, вот уже четвертый пункт, я оцениваю крайне низко. Часто говорят, что возможным спусковым крючком или драйвером нового кризиса может стать ситуация в Китае. В Китае действительно есть торможение экономики, и я с гордостью могу сказать, что мы-то как раз на канале финверсии об этом говорили уже несколько лет, что трудно верится в возврат к темпам в районе 6% роста ВВП в год. Был регуляторный кризис на рынке Китая, ну и возник тот самый кризис недвижимости, который, естественно, многие сочли возможным спусковым крючком кризиса в Китае вообще и в мире в частности. И это вполне логично, потому что чаще всего именно ситуации на рынке недвижимости становятся критичной каплей в торгающую мировую экономику в кризисы, по крайней мере, последней новейшей истории именно так. Однако есть ощущение, что за счет такой государственно-централизованной казенной силы Китай все-таки абсорбирует проблемы на рынке недвижимости внутри себя без выхода наружу и, скорее всего, это не сможет стать достаточным драйвером для запуска глобальных экономических потрясений. Другое дело, что, как мне кажется, вполне возможен кризис искусственного интеллекта с чем-то сравнимый с кризисом доткомов. Но напомню, что кризис доткомов хоть был потрясением для мировой биржи, но все-таки его нельзя воспринимать как экономический. Это был чисто биржевой, вполне локальный кризис. Что касается доискусственного интеллекта, поживем, увидим. Надеюсь, увидим нашим естественным интеллектом, а не потребуется для этого 150 лет искусственного. Пятая вероятность, пятый риск, это мировая инфляция и депрессия экономики, связанная с мировой инфляцией. И здесь действительно весь мир, несмотря на политические конфликты, в одной лодке. И очень многое здесь зависит от ситуации с рынком нефти, потому что, например, для российского рынка экономики было бы большой проблемой снижения цен на нефть ниже даже 50, не говоря уже 40 долларов за баррель. Но для российской и для всей мировой было бы большой проблемой рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель, потому что это бы остановило уменьшающуюся было на европейском и американском рынках инфляцию и раскрутило бы возможно всю эту спираль заново. Поэтому рынок нефти сегодня является ключевым с этой точки зрения. И здесь звучат интересные предположения. Например, Саксабанк как раз в своих шокирующих прогнозах на 2024 год как максимум указал безумную цену 150 долларов за баррель марки Brent. Для российской экономики в очень краткосрочном эффекте это очень здорово, а потом очень плохо, потому что мир тут же впадает в новую волну серьезной инфляции. Банков Америка аналитики недавно сказали, что вероятность прихода в этом году цен на нефть выше 100 долларов за баррель очень высока. И мы сейчас видим, что накануне, а канун уже в разгаре летнего сезона в северном полушарии цены на нефть не снизились до, например, 60-70, которых ожидал я ближе к лету. Соответственно, можно легко сопоставить, что если мы сегодня имеем цены выше 80 в преддверии летнего сезона с естественным снижением спроса на отопление, а это огромный фактор для рынка нефти, то что же может быть осенью в преддверии сезона зимнего. Вполне возможно, что вот эти предположения аналитиков Банков Америка как раз-таки на осень стоит перенести. Но, что любопытно, по той же цене в качестве уже своих шокирующих прогнозов упомянутый мной Совкомбанк указал наоборот резкое снижение 40 долларов за баррель. И это было бы прекрасно для мировой инфляции, потому что тогда бы победа ЕЦБ и ФРС над инфляцией точно закончилась бы достижением таргетов. Но огромной проблемой для российского рынка как раз огромной проблемой для бюджета и тогда вопросы дефолтности в прямом или скрытом виде и девальвации встали бы во всей красе. То есть здесь получается такой цук-цванг, когда одно привязано к другому. Для российского рынка выгоднее, чтобы нефть не уходила выше 100 долларов за баррель, чтобы не вызывать негативные мировые процессы, но и чтобы не снижалась ниже 60 долларов за баррель, чтобы не вызывать негатив исключительно в российской экономике. Что касается проблемы эпохи высоких ставок, которые рассматривали как потерянные десятилетия, но мое давнее предположение о том, что может повториться эффект Пола Волкера, когда инвесторы и фондовый рэнк прекрасно будут чувствовать себя в эпоху довольно высокой инфляции и высоких ставок, полностью все-таки подтвердилось. Но проблема госдолга совсем другая, чем в эпоху Пола Волкера. Причем я говорю о госдолге не только американском, конечно же, но и о долге мировом. Напомню, что относительно недавно ушло выше 307 триллионов долларов общий объем мирового долга, и это является довольно значимой проблемой, хотя может быть не такой, как воспринимается иногда на примитиве, что это долг, о применении и так далее. Это все-таки еще и взаимные инвестиции, в том числе и в казенные ценные бумаги различных стран. Но тем не менее понятно, что это достаточно сдерживающий фактор для высоких ставок. В свое время, когда начиналась вся эта история, все говорили, что ФРС не сможет поднять выше 2,5 и 3 при нынешнем уровне госдолга, и мы тогда говорили на канале Финверсия, что нет, вполне может и до 6, и за 5 уж точно. И это тоже подтвердилось. Да, регуляторы оказались способны поднять ставку при нынешнем уровне долга выше 5%, и более того, довольно прилично долго держать его. Но, тем не менее, держать, скажем, такую ставку 3 года или 5 лет, мне лично пока кажется практически нереальным, и весьма проблемным для многих государств. Поэтому, скорее всего, эпоха высоких ставок все-таки будет небольшим эпизодом в нашей новейшей инвестиционной истории. И если вся ситуация с инфляцией и с нефтью, соответственно, уляжется в нормальные какие-то параметры, то мы в скором времени увидим снижение. Для рынка это может означать очень большой дополнительный драйвер, поскольку при снижении и появлении новых государственных облигаций с меньшей доходностью хотя бы часть капитала, которая сейчас находится, например, в американских трежерис, да и в других государственных обязательствах, с удовольствием перепрыгнет за поиском лучшей доли на рынок акций. Я вошел в состав команды преподавателей новой учебной программы «Финансовые и фондовые рынки». Это программа Высшей школы бизнеса, НИУ Высшая школа экономики. Программа профессиональной переподготовки финансовой и фондовой рынки стартует 20 мая. Она представляет собой теоретический академический курс и инвестиционный практикум. Длительность программы полгода 476 часов. Предусмотрен онлайн-формат обучения в сочетании с сочными встречами и мастер-классами. В числе преподавателей программы Олег Абелев, начальник аналитического отдела компании RecomTrust, Ваш покорный слуга Илья Ванин, вице-президент Науфар, Илья Гадаскин, алгоритмический трейдер, финансовые аналитики Жанна Ивановская, Ярослав Кабаков и Павел Пахомов. Руководитель курса Алексей Бочаров, профессиональный управляющий активами, автор книги «Азы инвестиций». Что мы будем изучать в рамках этой программы? Инфраструктуру фондового рынка, работу с ценными бумагами, работу с производными финансовыми инструментами, алгоритмический трейдинг, фундаментальный анализ, технический анализ, макроэкономику и экономическую статистику, микроэкономику и корпоративную отчетность, работу с источниками инвестиционной информации, деятельность регуляторов денежно-кредитного рынка, плюс психологический практиком инвесторов, поскольку, как известно, суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет. Программа предназначена тем, кто собирается профессионально работать в финансовых организациях, инвестиционным финансовым советником, руководителем финансовых подразделений и частным инвестором. По завершению программы слушатели с базовым высшим образованием получают диплом высшей школы экономики. Подробнее об этом учебном курсе вы можете узнать по QR-коду на экране или по ссылке в описании к этому видео. Шестой риск, который даже трудно четко определить, в чем он состоит, но шестой риск связан с политическими потрясениями в США и даже пусть не с потрясениями, а просто элементарно с выборным циклом и с выборной ситуацией. Ситуация определилась, вот тут я, кстати, ошибся, я был уверен, что не Трамп станет представителем республиканской партии на новых выборах, что республиканская партия сумеет преодолеть кадровый кризис и найти политиков более молодого поколения. Но проклюнувшиеся было потенциально кандидаты вот на эту роль политиков нового поколения сошлись с дистанцией, например, Рон Десантис, губернатор Флориды. И мне кажется, что сошли не просто так, а с пониманием, что у того же Рона Десантиса еще достаточный возрастной задел, чтобы успеть претендовать на кресло в белом доме. И поэтому здесь я ошибся, и мы увидели все ту же пару Байден и Трамп. Понятно, что в ближайшее время эта пара выйдет на финишную прямую, и более всего мир интересует, конечно, вероятность Трампа. По той причине, что действия Байдена, их влияние на экономику и фондовый рынок, они уже очевидны, и трудно ожидать в таком возрасте от президента, даже если он пойдет на второй срок, какой-то резкой сменой парадигмы. То есть мы увидели частично протекционистские действия, например, закон о чипах, мы увидели достаточно жесткий такой спарринг с Китаем, но при этом все-таки сотрудничество, хоть и сотрудничество, скажем, сквозь зубы, недоброе. И мы увидели определенные действия, связанные с налоговой политикой и так далее. То есть ничего нового в этом случае мы, скорее всего, не увидим. А вот Трамп 2.0 это потенциально новое. Сам Трамп, кстати, заявил, что его победа будет означать триумф фондового рынка американского, а следовательно, скорее всего, косвенно эта волна, триумф разойдется и по фондовым рынкам других стран. Но сама политика Трампа пока не слишком предсказуема. Что говорится им, поскольку он всего лишь претендент, а что говорится им и что действительно может стать политикой, если он вернется в овальный кабинет. Предполагается, во-первых, возврат к вот этой фикс-идеи Трампа о создании систем здоровых балансов внешней торговли. Напомню, у него было три такие темы. Торговое соглашение с Китаем наиболее громко освещаемое в прессе торговое соглашение стран Северной Америки с Канадой и Мексикой и торговое соглашение с Евросоюзом. С Китаем приступили в свое время с первой фазе, но тут кончился Трамп и как бы эта вся история ушла под сукно. С Европой де-факто руки не дошли до этой истории. А вот на североамериканском континенте Трамп доказал свою правоту, потому что действительно вот это новое соглашение между Канадой, Мексикой и США работает в полной силе. Оно оказалось довольно выгодным, по крайней мере взбодрило экономику всех трех стран участниц соглашения и сделало баланс, торговый баланс США с Мексикой более здоровым, то есть неперекошенным в пользу Мексики с одной стороны. А с другой стороны Мексика косвенно выиграла, потому что аппетит к торговле с Мексикой у штатов усилился и вместо Китая уже Мексика вышла по объемам на роль первого внешнеторгового партнера США. За этой ситуацией на российском рынке мало кто следит. Она такая кажется немножко такая домашняя история самих американцев. Но тем не менее в Америке эта ситуация очень заметна. У Трампа есть сильная карта в пользу того, что если я стану президентом, я продолжу политику подобных историй. Ну и соответственно возврат к определенному протекционизму и плюс то, о чем говорит Трамп, ослабление обязательств США перед международными различными организациями. То есть это может быть очень любопытная ситуация, непростая, неоднозначная, ее сейчас невозможно просчитать полностью, но то, что приход Трампа в отличие от Байдена вызовет определенные изменения, это однозначно. И скорее всего эти изменения могут затронуть бизнес значимых имитентов. Тут надо правда указать, что Саксобанк в шокирующих прогнозах указал возможный приход Кеннеди. То есть по сути такой срыв привычного политического расклада США, когда не демократы и не республиканцы, хотя понятно, что клан Кеннеди полностью ассоциируется с демократами, но так как последний как бы политический представитель этого великого клана выдвинулся как независимый кандидат, то это рассматривался как шокирующий именно прогноз. Тем не менее, это скорее обратить внимание на то, что в роли независимых кандидатов в Америке появляются не только фрики и такие люди с забавным хобби, а достаточно знаковые фигуры. Однако вряд ли можно ожидать, что даже Кеннеди в этом качестве наберет хоть сколько-нибудь значимые голоса. Мой потенциальный риск банален, это бюджетный кризис США. Это вот тот самый госдолг, эти самые высокие ставки, о которых уже говорили. Да, Соединенные Штаты полностью справляются с обслуживанием даже при этих ставках и выпускают новые трежерисы, но бюджетный кризис США это теоретически очень серьезный дамоклов меч, нависший над всей мировой экономикой, тем более над экономикой Соединенных Штатов. И вот эти бесконечные с кровью пробивания, поднятия потолка госдолга в Конгрессе это всего лишь ну вот такие торчащие наверх верхушки айсберга. Потому что на самом деле ситуация остается весьма-весьма проблемной. Я напомню предысторию, что у например МВФ всегда было убеждение, что госдолг объемом до 80% от годового ВВП страны не является проблемой. И Соединенные Штаты достаточно неплохо в этом плане себя чувствовали, они переходили эту планку, госдолг достигал из 100%, например, по итогам 45-го года, ну, понятного военные расходы и так далее. Но тем не менее, позже они приходили как бы в норму и даже снижали размер госдолга до 50% от ВВП. Рост в абсолютных цифрах самого госдолга мало кого волнует. Важно, каков он в процентах ВВП. Если ваш долг вырос настолько-то, а ваша экономика или ваш капитал личный вырос еще больше, то понятно, что долг стал менее проблемный. И, наконец, в 90-е был принят знаменитый закон о здоровом бюджетном балансе, госдолга в США в идеальную норму 50% от ВВП. Но в результате мы получили лишь ту новую планку госдолга правительство обязано согласовывать с Конгрессом. Получили все то свидетелями процессов, в которых мы постоянно являемся. А до здорового баланса, ну, как до морковкиного заговения или до интеллектуального уровня 25-го президента США нынешней американской власти. Поэтому бюджетный кризис США это не серия. Конечно, там скоро все рухнет. США объявят дефолт, долларовая система рухнет. Ну, вот все эти песни популярные сами знаете где и сами знаете у кого и сами знаете зачем. Но, тем не менее, эта проблема, конечно, висит. Любое республиканское правительство, нынешнее Трампа, если победит он, или некое гипотетическое будущее того же Десантиаса, рано или поздно вынуждено будет каким-то образом начать разруливать эту проблему. Иногда, знаете, так шутку можно сказать, чешутся руки, ненадолго стать президентом США, приехать и хорошенько так пройтись по всем социальным расходам и привести баланс страны в порядок. Но, к сожалению, не все так просто. США слишком оказались в плену такого американского социализма, чтобы простыми экономическими действиями в стиле какого-нибудь Эрхарда решить вот эту бюджетную проблему. Она не будет в прямую в этом году сказываться на рынке, но на долгосрочном варианте все-таки держать в уме ее, конечно же, надо. Риск номер восемь. Недавно бы он воспринимался, наверное, как экзотический, а сегодня стал банален. Это эпидемии. Ну, например, самая банальная версия из этой серии это возвращение коронавируса в модифицированной и усиленной форме. Хотя практика с коронавирусом и с другими вирусами показывает, что вирусы модифицируют, но каждая их последующая генерация, не то, что, может быть, она даже не становится слабей, а человечество становится сильнее каждой последующей генерации. Поэтому очень многие болезни когда-то практически смертельные или критичные для современного человечества стали, ну, скажем так, инфлюенцией, не больше того. Тем не менее, такая версия на рынке существует и, впрочем, существуют и другие версии. Например, тот же Саксабанк в своих шокирующих прогнозах указал потенциальную угрозу другой эпидемии, эпидемии ожирения. И связал это с теми самыми знаменитыми пилюлями и инъекциями, которые, кстати, произвели фуроры на фондовом рынке, позволяющими очень быстро, комфортно, без каких-то усилий и силы воли похудеть. Саксабанк полагает, что распространение вот этих медикаментов приведет к тому, что люди перестанут следить за собой, перестанут заниматься спортом и уменьшится вообще желание вести здоровый образ жизни, поскольку похудение, сброс лишнего веса станет весьма легким занятием и даст в конечном счете это обратный эффект эпидемию ожирения. Вот такая интересная, но несколько экзотическая версия. Девятый риск это риски российских рынков, это новые санкции, хотя тут как с вирусами. Российская экономика к каждому новому пакету санкций показывает большую адаптацию, чем к предыдущим. Но в последнее время санкции стали более умными, что ли, и они направлены на внешнеторговый и финансовый расчет России. И здесь действительно возникает проблема с перекрытием возможно критично важного для страны импорта. Это первое. Второе. По-прежнему, конечно же, висит в воздухе вопрос о возможных санкциях на НКЦ. И что будет в этом плане и с курсом рубля и с курсом доллара, поскольку торги рубль-доллар прекратится. ЦБ уже на всякий случай озвучил, что в этом случае он будет устанавливать курс, исходя из средневзвешенного курса банков. Ну, то есть механизм наподобие тому, как сегодня устанавливается ставка по депозитам одобряемая ЦБ по первой десятке банков. Понятно, что есть возможность работать через кросс-курс, рубль к юаню, юань к доллару, и вот получаем некий расчет. Но, тем не менее, это будет проблемой и, конечно, остужающе подействовало бы в моменте на фондовый рынок. Ну, и, наконец, железный занавес во всей его красе, потенциальный железный занавес как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения перемещения людей. Хотя вот эта вероятность практически, на мой взгляд, нулевая, и мы видим, что, несмотря на риторику, которой позавидовал бы иногда какой-нибудь Лазарь Каганович или Вячеслав Молотов, несмотря на это принимаются решения даже в чем-то либерализующие возможности перевода в средства за границу. Когда восстание против западного капитализма делают все-таки не большевики, а живущие на виллах люди, вкусившие все радости и все сладости буржуазии, железные занавесы, как правило, все-таки не получаются. И в рамках вот этого риска, конечно же, принципиальное уменьшение экспорта нефти. Нефти, прежде всего, и газа, потому что с газом ситуация для России уже аховая с одной стороны, а с другой стороны это означает, что ситуация на рынке газа уже не испортит российский фондовый рынок. Разве что санкции полностью перекроют, а по ползновения начались, экспорт из России СПГ. А вот что касается нефти, то тут ситуация принципиально другая. Нефть по-прежнему значима для российской экономики, фондового рынка, для бюджета, для девальвации, ну и далее по кругу для реализации или не реализации в тех-тех рисках, о которых я уже сказал. Поэтому, в принципе, вот совокупно все то, что можно назвать усилением санкционного режима, конечно же, остается достаточно значимым риском. Ну и, наконец, риск номер 10 и последний. Это чистая политика. Это, условно говоря, тотальная, объявленная или не объявленная война. Гибридная, не гибридная, это уже совершенно не важно, как все это называть. Есть ощущение, что политики меняются какие-то новые генерации, может быть, очень серьезный кризис. Я, правда, не угадал. В свое время среди потенциальных рисков я называл уход Елизаветы II, но, несмотря на значение роли этой женщины в мировой истории, в мировой политике и экономике, ее уход был как-то незаметен, видимо, из-за существующих в мире и без того потрясений. Вообще, так получилось, что вот этот совершенно чудовищный, непредсказуемый геополитический кризис, на фоне которого паблек даже карибский кризис, бывший долгое время жупелом нескольких эпох, этот кризис затушевал на второй план уход исполинских фигур великих игроков финансового рынка. Королева Елизавета II, Лорд Ротшильд, Чарльз Мангер и, конечно же, весь мир задумывается, что будет с Баффетом, желая ему, безусловно, долгих лет жизни, все-таки невозможно об этом не думать. Впрочем, Баффет сам задумался об этом и что он надумал об этом, говорится в моем специальном видео, ссылка на него также в описании под этим видео. А мы видим смену элит, смену элит возрастную, приходит новое поколение и, наверное, они будут главными капитанами финансового рынка в ближайшее время те, кому сейчас 50-60 лет. И пока еще их действия, их устремления, их интересы по большому счету тоже находятся на заднем фоне из-за этого политического потрясения. Но рано или поздно любые цунами и любые землетрясения заканчиваются и тогда мы увидим ландшафт финансового рынка явно с новыми капитанами. И это тоже привнесет свои дополнительные нюансы, но риском это, конечно, считать нельзя, это естественная смена поколений. Тем не менее, рано или поздно в Шотландии могут еще раз выдвинуть идею отделения Британии возвращения в Евросоюз. Мы видим, что организация объединенных наций переживает очень серьезный кризис, причем абсолютно с точностью, можно сказать, аптекарской точностью, повторяя в свое время кризис Лиги наций. Вот эта идея Вудро Вильсона сделать над государственной некий аппарат, который прекратил бы войны на земле после Первой мировой войны, в конечном счете превратил в том, что Вторая мировая война все равно стала неизбежностью. И ООН, к сожалению, уже продукт Второй мировой войны сегодня идет абсолютно во всех своих телодвижениях, вот по пути Лиги наций, кто знает историю этой организации. Понятно, что остается и пока совершенно не видно каких-либо позитивных для людей, для экономик, вариантов разрешения кризиса России и Украины, вот этого чудовищного конфликта. И понятно, что ситуация на Ближнем Востоке превращается из локальной вспышки кризисной в такой тотальный кризис. И также не видно выхода из этой ситуации в ближайшее время. Отдельно висит история с Тайванем, хотя мы всегда оценивали ее как низковероятную и пока это и подтвердилось. Пока, мне кажется, на Тайване не победит пропекинская оппозиция, на полном серьезе считать, что реально какие-то попытки Китая аннексировать Тайвань в общем-то не серьезно. Тем более, что Соединенные Штаты тут соблюдают политессы при всей поддержке Тайваня по-прежнему говорят, что придерживаются концепции единого Китая и не признают Тайвань независимым государством, что для Пекина было бы красной линией. То есть здесь у всех сохранено лицо, все в общем-то при своих. Есть еще потенциальные горячие точки, из них, пожалуй, наиболее потенциально острые это ситуация на Корейском полуострове, сопутствующих по африканскому урогу. Это, мне кажется, может с новой силой вспыхнуть тема Курдистана. Не угасает и может, к сожалению, продолжиться тема взаимного столкновения Армении и Азербайджана. Может с новой силой вспыхнуть тема Афганистана и, скорее всего, может перекинуться на ближайший Таджикистан. Ну и небольшая точка, где может быть обострение, это, скорее всего, Молдавия, Гагаузия, Приднестровье. Конфликтов исторических, давно угасших, еле тлеющих или довольно активных в мире полно. На эту тему как-то на нашем канале выходила целая серия тлеющих конфликтов в Америке, в Европе, в Азии и в Африке. Это, скорее, больше для такого познавательного интереса в стиле National Geographic. Ссылки на эти видео также в описании под этим. Вот такие риски, на мой взгляд, сегодня являются основными глазами российского инвестора. Вес их довольно-таки значим, но нельзя сказать, что возникает тема, ну, в общем, как в анекдоте. Ну, ужас. Но ведь не ужас, ужас. С рисками мы жили всегда. Смотрим за вероятностями реализации тех или иных и по мере собственных убеждений, какой риск наиболее вероятен по исполнению и по силе исполнения, хеджируемся от этих рисков с помощью валютных инструментов, инвестиционных инструментов и просто здравого смысла в управлении нашими деньгами. В общем, сохраняем, несмотря на все происходящее и на действительно потрясающие нестабильные годы, в которых мы сейчас с вами находимся, сохраняем все-таки позитивное отношение и к управлению финансами, и к инвестициям, и к нашим собственным экономическим планам. Вы будете холить друг друга до конца дней своих, который, возможно, наступит минут через 27. Продолжение следует...